любое электронное устройство это набор из десятков сотен а иногда и тысяч компонентов у каждого компонента есть свое предназначение и четко определенное место в схеме все они соединяются целой сетью проводов в единую структуру на заре развития электронные компоненты были большими а схемы устройств достаточно простыми детали размещались на контактных колодках или прикручивались корпусу их соединяли при помощью обычных проводов это способ навесного монтажа сборка и ремонт таких устройств проводился исключительно вручную это вызывало немало трудностей и повышало цену производства это были времена электромагнитных реле и вакуумных ламп по современным меркам громадных и прожорливых но прогресс не стоял на месте и ученые научились использовать полупроводники на замену лампам пришли миниатюрные транзисторы и микросхемы они совершили революцию в мире электроники устройства становились сложнее и компактнее вместо громоздкого навесного монтажа появились печатные платы идея размещать компоненты на пластинки из диэлектрика была не новой но использовавшиеся методы приклеивания на пыление химического осаждения токопроводящих дорожек имели недостатки и инженеры позаимствовали субтрактивную технологию из типографии поэтому и платы изготовленные таким способом стали называть печатными все начинается с заготовки изоляционной пластинки покрытой медной фольгой на ее поверхность наносят светочувствительное покрытие фоторезист и облучают ультрафиолетом через трафарет с рисунком будущих дорожек фоторезист покрывает всю поверхность заготовки а трафарет затменяет те места где не должно быть металлизации под действием ультрафиолета свойства фоторезиста меняются рисунок переносится на заготовку незасвеченный фоторезист легко смывается в проявляющем растворе но тот что был засвечен стал совсем не растворим и прочно закрепился на поверхности металла заготовку помещают в раствор для травления начинается химическая реакция открытый металл легко растворяется а под слоем фоторезиста реакция не идет фольга защищена и остается невредимой после снятия фоторезиста становятся видны медные дорожки они прочно держатся на изолирующем основании и будут соединять и удерживать электронные компоненты аналогично производят многослойные платы клеивая бутербродом вытравленные заготовки для соединения дорожек в разных слоях производят сверление и химическую и электрохимическую металлизацию отверстий на этом разрезе хорошо видно металлизированные столбики межслойных переходов для защиты дорожек от воздействия окружающей среды и облегчение пайки плату покрывают специальным лаком он образует паяльную маску чаще всего используется зеленая маска но некоторые производители предпочитают использовать и другие цвета жидкая маска наносится на всю поверхность платы также как и фоторезист облучается ультрафиолетом через трафарет засвеченный лак твердеет а затененный трафаретом остается жидким и легко смывается оставляя контактные площадки места к которым будут припаиваться компоненты при использовании сквозного монтажа когда ножки компонентов проходят в отверстия на плате паяльная маска позволила организовать качественный способ автоматической пайки платы с компонентами проходят по конвейеру над волной из расплавленного припоя за счет смачивания и поверхностного натяжения припой надежно соединяет все компоненты на плате всего за несколько секунд при поверхностном монтаже паяльная маска играет важнейшую роль на контактные площадки наносится паяльная паста смесь микроскопических шариков припоя и флюса при нагревании в печи припой плавится и сливается в единую каплю обволакивающую вывод компонента и контактную площадку на плате паяльная маска не смачивается в отличие от металла а силы поверхностного натяжения выравнивают все компоненты по своим местам что уж говорить о корпусах бга где микросхема как бы плавает на шариках припоя без паяльной маски это не могло бы быть осуществимо после паяльной маски на плату наносят шелкографию это разнообразные обозначения модель и версия платы позиционные обозначения элементов ключ первой ножки для микросхем и разъемов рамки для установки бга компонентов эти данные незаменимы при ремонте но некоторые производители не делают обозначений у них есть свои часто засекреченные документы со схемами и расположением элементов на некоторые особо ответственные платы наносят серийные номера и дату производства если на плате остаются открытые участки меди например для подпружиненных контактов или разъемов эти участки нужно защитить от коррозии для этого их покрывают менее активными металлами оловом серебром палладием или золотом перед производством инженером нужно произвести множество расчетов выбрать необходимую толщину и ширину дорожек расположить компоненты учитывая их нагрев и электромагнитные поля дорожки не идеальны они тоже имеют паразитное сопротивление емкость индуктивность а при неправильной трассировки могут работать как антенны излучая и улавливая электромагнитные помехи на высокочастотных шинах учитывается и подгоняется даже длина дорожек чтобы сигнал проходил одновременно важно учитывать свойства материала из которого изготовлена плата так например для улучшения охлаждения применяют платы на основе анодированного алюминия алюминий прекрасно проводит тепло а слой оксида которым он покрыт является хорошим изолятором сверх высокочастотной электроники для уменьшения диэлектрических потерь применяют фтеропласт и керамику для производства гибких плат и шлейфов применяют полиамид ну а самым распространенным материалом для печатных плат является стеклотекстолит и гетинакс стеклотекстолит по всем параметрам лучше прочнее не горит не трескается но гетинакс дешевле и его до сих пор иногда применяют чтобы сэкономить ошибки проектирования нарушения технологии применение некачественных материалов все это может привести к поломке самый распространенный заводской брак плохая металлизация межслойных переходов устройство с таким дефектом может пройти все тесты но внезапно скончаться от небольшой вибрации или незначительного превышения тока или она может нормально включаться но переставать работать при прогреве или незначительном изгибе такие обрывы внутри платы сложно обнаружить и устранить попытках экономии производители не всегда используют защиту от замыкания от перегрева превышение напряжения или электромагнитных импульсов нередки случаи полного прогорания печатной платы при значительном перегреве диэлектрическая подложка разрушается и начинает проводить ток это вызывает еще больший разогрев и может привести к пожару но самой распространенной причиной поломки является попадание влаги сама вода не страшна для платы но даже чистая на вид вода содержит соли ионы которые проводят ток вода может вызвать замыкание под действием тока начинается электролиз припой дорожки выводы компонентов начинают разрушаться превращаясь соль даже по золото тут бессильно за несколько часов дорожки могут вовсе раствориться именно поэтому сразу после попадания воды устройство нужно обесточить со временем влага проникает внутрь платы даже внутрь компонентов чтобы восстановить работоспособность плата должна пройти длительный цикл сушки при повышенной температуре если этого не сделать вероятно скорая поломка и причиной этому является рост дендритов под действием электролиза олово и серебро может восстанавливаться из раствора образуя длинные игольчатые металлические кристаллы способные вызвать замыкание ну а если пытаться паять отсыревшую плату высокая температура превратит воду внутри платы перегретый пар под высоким давлением он начнет расширяться и разрывать текстолит уничтожая межслойные переходы многие поломки могут быть устранены перегнившие дорожки оторванные контакты поврежденная паяльная маска или межслойный переход можно восстановить и прогоревшую плату а для устранения последствий влаги есть составы эффективно растворяющие соли сегодня печатная плата стала незаменимым атрибутом любого электронного устройства она изолирует соединяет удерживает и объединяет множество электронных компонентов на своей поверхности про все из них вы сможете узнать в предстоящих сериях а в следующем выпуске вы узнаете про электронный компонент с которого началось изучение свойств электричества за сотни лет он сильно изменился но его главное свойство накапливать себе электричество используется и по сей день